Случай вопиющего вандализма в Нижнем Новгороде. Некий хулиган с пистолетом в руках стал скандалить на территории храма. Это произошло вечером в Печорском монастыре. Дебошир был пьян. И как позже выяснилось, пистолет был не боевой, а скорее всего пневматический. Но выглядел пистолет как настоящий. И им дебошир и угрожал охраннику храма. Кричал там что-то там. Орал там это. Вытащил пьяный этот пистолет. На территории именно, на территории монастыря. Хочешь, я тебе говорю, это прострелю. Ну вот этот, наставил мне этот пистолет. Я бы, ну от этого ничего не изменится. Я бы, давайте, пожалуйста, это выйдем. Потом он приставил к виску мне этот, этот пистолет. Ну вот, приставил к этому, к правому, от этого виску. Я уже чуть-чуть в сторону отбежал. Вызвал полицию. Вот этот в черном. Вот разговариваем, мы с ним разговариваем. Просто чисто по-хорошему, чтобы он сдался. Потому что он все руки в карманах держит. И мы откуда-то знаем, откуда может быть выстрел или там это что-то. А когда руки он вытащил из карманов, ну то есть вот этот подходящий там, этот момент. И вот здесь вот мы его задержали. Вели в эту комнату. Полиция сразу же приехала. Мы стали с ним еще обыскивать. Дим, ну был, должен же этот пистолет-то быть. И он у него вот здесь вот был. В носке вот здесь. И он у него выпал. Даже вот полиция ему наручники одели. На руки. Он до такой степени стал это сопротивляться, что им даже пришлось одеть и на ноги. Сейчас весна, сейчас же как это больник-то ведь много всяких людей. Вес попутал человек. Стоит только. Можно только пожалеть. Конечно, и людей жалко, которые здесь оказались в такой ситуации. И человека, что он пропустился на такое. Ужасно. Тем более на территории святого места ужасно. Среднестатистический человек нормального облика морального, эстетических нормальных мировоззрений, он, конечно, такое не допустит. Дегенератов не просчитаешь, что я могу подумать. Вот нам даже, охранники, нам даже не разрешать дубинку. Ну просто. Ну как это в храме, там будешь отходить с дубинкой еще там, а тут тем более оружие. В отношении задержанных был составлен протокол по административным правонарушению по статье 20.1 мелкого хулиганства. От решениям суда мужчине назначено наказание в виде 12 суток административного ареста.